Доброе утро всем! У нас опять вроде как тема непростых разговоров. Ну, непростых, может быть и не таких сложных, но настолько актуальных, что вот как-то назрело и хочется поговорить, хотя не совсем имею на это право, потому что нету своего такого опыта, и могу только в теории рассуждать, как это было бы правильно. Тема о родителях и детях, о родительских чаяниях, ожиданиях, о том, как должны поступать дети, какие они должны быть, и, соответственно, о раздражении детей, почему нас так воспитывают, почему он лезет в мои дела, папа, мама, и почему он советует, и я хочу принять решение сам. Вот эта мера самостоятельности, насколько можно позволить, насколько разумно позволить детям принимать свои решения, будет ли это на пользу или в конечном итоге придется исправлять ошибки, как сделать вот этот правильный выбор. Конечно, наверное, всегда есть какая-то золотая середина, когда ты выступаешь в роли доброжелательного советчика по отношению к своим детям, а они такие все умные у тебя, что они сами правильные принимают решения, и не надо никаких ликвидировать потом последствий, но мы же, когда маленькие, мы же учимся, и мы вообще все приходим в этот мир учиться и получать какие-то уроки свои, получать какие-то шишки, безусловно. И уберечь, наверное, от этого невозможно, хотя родителям, безусловно, хочется, но я думаю, ни один родитель не хочет своим детям каких-то неприятностей, сложностей. Он хотел бы, чтобы все было гладко, ровно, чтобы ребенок был счастлив, доволен, и чтобы он, конечно, реализовал какие-то, как бы там родители не говорили, что это не так, я думаю, что очень многие надеются, что их чадо пойдет дальше, оно достигнет больших результатов на том поприще, на котором, может быть, мечталось родителям. И вот, мне кажется, порой из-за этого бывают какие-то конфликты, из-за этих ожиданий от того, что ты сможешь гордиться, ты сможешь похвастаться своим ребенком. А он, вот, скажем, какой-то не карьерист совсем, ничего не хочет, вроде гордиться нечем и рассказать друзьям нечего. Из-за этого иногда возникают какие-то конфликты. Я это замечаю именно вот в этих несостоявшихся ожиданиях. Надо быть, наверное, очень хорошим, понимающим родителям, чтобы просто радоваться тому, что ребенок жив, здоров, что он сам счастлив своей жизнью. Но она не всегда бывает та, которую родители хотят увидеть. Он может совсем, скажем, не учиться, он может работать на какой-нибудь, по мнению родителей, дурацкой работе ненужной, может вообще стать каким-нибудь, ну, не знаю, там, кем. Ну, конечно, не вступить в какую-то секту. Думаю, это никому не понравится. Ну, как-то бестолково, по их мнению, прожигать свою жизнь, там, заниматься какими-то вещами, которые, по мнению родителей, совершенно не приносят ни денег, ни ничего. Одни только какие-то проблемы и хлопоты. Вот эти ожидания. Мне вот интересно, насколько... Где вот эта грань между как будто бы заботой о детях, о том, что вот я хочу, чтобы у него все было хорошо, и между уже каким-то, каким волевым, уже назойливым вмешательством, что ты должен, и что вот тебе это будет лучше. У меня есть масса знакомых, которые закончили какие-то спортивные, там, ходили на занятия в музыкальные школы, куда их отводили родители, в надежде, что, наверное, что-то из них потом получится интересное. И теперь они очень далеки от всего этого. Я понимаю, что когда ребенок маленький, ему довольно сложно самому выбрать для себя какое-то занятие. Да, есть, конечно, чудо-дети, которые, скажем, уже с детства испытывают вот влечение к чему-то, там, к языкам, к спорту, к музыке, там, еще к каким-то занятиям. И это, наверное, замечательно. Ты их туда только отдай, направь, оплати это обучение, и все. И в будущем уже ребенок тебе скажет спасибо. Ну, часто бывает так, что как бы дети сами не знают, чего они хотят. По большей части хотят бездельничать, бездельничать, радоваться жизни, сидеть за компьютером, болтать со своими там друзьями посредством интернета. И сейчас это, наверное, бич для многих родителей, что вся жизнь как бы сосредоточена именно на этой сфере. Как вот сделать этот правильный выбор? Есть, конечно, очень самостоятельные дети, я говорю, которые сами бывают порой, дальше идут всех ожиданий родителей, но, наверное, не так много. Будем брать что-то такое среднее. Хотелось бы выслушать детей, чтобы они рассказали, какими бы они хотели видеть своих родителей, чтобы отношения были хорошие. Я понимаю, что в идеале, наверное, каждый ребенок считает, что родитель совсем не должен никак вмешиваться, он должен это самое только его кормить, обувать, одевать и ничего ему не говорить, позволять делать все, что хочется. Но это тоже, в общем-то, наверное, не совсем правильно, потому что так можно зайти далеко и в конечном итоге ничего не хотеть, не уметь делать, а именно быть таким потребителем жизни. И тоже есть множество у меня примеров, когда детям уже там далеко за 30, а уже и детьми-то не назовешь. Они все еще живут с родителями, потому что так удобнее, не надо делать, не надо никакой своей семьи, не надо там учиться готовить, ничего не надо. Ты пришел на готовое, но, как правило, они где-то все-таки немножко работают, а есть такие, которые не работают, вот так как-то и сидят наши его родители в таком возрасте. Это уже тоже какой-то явный перекос в сторону даже не знаю чего. Поэтому где вот это найти разумную грань между тем, чтобы и не вызвать отторжения у своих детей, именно своей чрезмерной какой-то опекой, какими-то чрезмерными советами или вообще там навязыванием определенного образа жизни, поведения и тем, чтобы просто были хорошие отношения с детьми на протяжении. Ведь, наверное, ну все это, ну в идеале, наверное, это мечта каждого родителя, чтобы и отношения были хорошие, чтобы ребенок как-то состоялся, и чтобы ты мог это самое радоваться и гордиться его успехом. Как найти, давайте выработаем какие-то правила, может быть, чтобы какая-то школа жизни у родителей. У нас у всех же есть уже, у кого дети, есть опыт, как было правильно, как нужно было сделать так, чтобы вот все получилось идеально. И, наверное, детей уже выросших теперь и ставших самими родителями тоже есть какие-то мысли на эту тему. Давайте вот поделимся, чтобы можно было разобраться в этом. Ну как же правильно надо себя вести, чтобы тебе потом сказали спасибо, и чтобы ты видел, что не зря прожил жизнь, не зря, в общем-то, родил, не зря вырастил. Вот результат, которым ты можешь гордиться. Такая вроде бы и несерьезная как будто бы тема, а в то же время, я думаю, она очень глубокая, очень серьезная, потому что именно в детстве закладывается большинство и комплексов, и страхов, и проблем именно в отношении родителей с детьми. Вот мы все родом из детства, и все идет у нас оттуда. И если там что-то у нас было не так, то потом нам всю жизнь разгребать все эти завалы, все эти сложности, трудности. Поэтому хорошо бы, если бы мы могли бы научить друг друга правильно относиться к этому, понимать, как, куда, зачем. Зачем мы все это делаем, как себя правильно вести, чтобы действительно не было потом никаких взаимных претензий и обид уже, когда родители пожилые, дети уже взрослые, а никто друг другу не благодарен за вот это совместное существование на протяжении лет 20, пока еще ребенок растет и находится под опекой родителей более или менее, ну хотя бы до 16 лет. Давайте поделимся своими мыслями, своим опытом. Кому повезло с родителями, и кому не повезло, у кого получились хорошие дети, у кого нет, и что для этого нужно делать. Всего хорошего, пока-пока!